Приветствую всех на канале на... Блять. Приветствую всех на канале Лоплей. Всем добра, ловите бобра. Это новая фишка твоя? Теперь это будет твоя фишка. Как вы видите, мы в одежде из прошлой серии. Сразу говорю, все, что вы написали к прошлой серии и как бы там налайкали, мы еще этого всего не видели, потому что нам настолько понравилось то, что получилось, что мы решили сразу подряд написать следующую часть. Сначала я расскажу о нововведениях. Насчет подсказок и всего остального. Расскажу потом. Сначала я расскажу про АИМ. Я много бомбил видео про АИМ, и оказалось, что дело не в моей стрельбе, не в АИМе, а фишка в том, что у нас собственная стрельба не прокачена, как и бег. Поэтому мы ради усложнения, скажем так, неопытными киллерами будем, и у нас ничего в этом плане не изменится. Леша пострелял и понял, что у него та же хуйня. Поэтому у него действительно отличие, он будет стрелять с винтажного пистолета, поэтому не пишите там, что он стреляет с чего-то другого. Урон у него примерно такой же, там, миллиметры мы не стали рассчитывать, поэтому убьет, значит убьет, не убьет, значит не убьет. Теперь немножко про подсказки. Так как я в прошлом видео много раз спросил подсказки, и мне это показалось довольно странно, мы решили сделать нововведение. Так как у нас командный пункт есть, который, собственно, резона в прошлой серии искать особо не было, потому что за это никаких плюх не дают. Мы решили сделать более проработанную систему, что все подсказки, вся информация о преступнике и прощей фишке идут ко мне из командного пункта. То есть я киллер, у которого есть команда в командном пункте, которая ему, скажем так, дает всю инфу. Я киллер. Ты прав. Да, при этом познакомился. Кроме пистолета теперь у прячущегося человека есть бомбли-пулечка одна. Так как еще видно, что этот трейлер нихрена практически невозможно уничтожить любого взрывательного оружия, мы решили, что прилепить к нему бомбли-пулечку и сказать об этом своему оппоненту будет достаточно для того, чтобы ввести из строя его подсказки. Сейчас я расскажу вам побольше про подсказки. И убирать полицию. Итак, что мы изменили по поводу подсказок? Теперь подсказок у нас всего пять. Две из них это подсказка по местоположению. Это единственная подсказка, подсказка по местоположению, которую можно использовать два раза. Подсказка номер два это элемент одежды. То есть я скажу тебе, назови свой элемент одежды. Он, например, скажет, что у меня красные ботинки или белая шапка или серая футболка. Пол нельзя, например, называть. И свет кожи тоже нельзя, потому что это довольно весомые подсказки, с помощью которых можно быстро найти человека. Четвертая подсказка. На транспорте ты или нет. Весомая штучка. И она у нас только одна. Думаю, довольно хороший баланс. Немножко про такси теперь. Не надо говорить, что ты заказал такси. Я просто говорю, что время закончилось, и он может хоть чуть-чуть после этого хоть пять минут еще ходить по этому району, то есть и заказать такси потом. И об этом мне не говорить. Потому что в прошлый раз я очень быстро понял, что такси заказывается, и начал кататься по району, по этой зоне искать. И очевидно, что я его быстро нашел. Поэтому тоже баланс надо было немножко допилить. И последнее изменение, которое нам пришлось совершить перед началом, потому что уже слишком долго болтаем. На этот раз я в роли убегающего буду иметь только одну машину, которую я подготовлю также заранее. Возьму из трафика, либо куплю. Главное, чтобы она была неприметной. И поставлю где-нибудь на карте. И чтобы в нее сесть, мне нужно сначала к ней подойти, прийти к месту, где я ее оставил. Она будет считаться моим трансовым средством. Я в нее сяду, и уже буду на ней ездить только после этого. И с трафиком мы больше не воруем машину. А Титлеров все так же может воровать машину из трафика. У него будет заранее подготовленный автомобиль также, и все такое. Он точно так же проечет командный пункт. В этом плане никаких изменений. Я это разваливаю сессии, меняю внешность или пол, посмотрим, как получится. И возвращаюсь. Это все я буду снимать. А Алексей сейчас выходит из своего трейлера, ищет себе автомобиль. Тоже меняет внешку, наверное, под киллера. Потому что он выглядит, как такой, знаете, недовидто скалетто, да? В белой шапочке. Переходим к смене внешности. Поехали. Я даже боюсь представить, что мы здесь создадим. Хотя я, наверное, не буду сильно менять персонажа. И так, кстати, я не знаю, что я буду женский полуставить или не женский. Я знаю. Какой ты я поставлю, как ты думаешь? Я не скажу тебя, да ты делаешь точно такой же, который я тебе скажу, чтобы я думал, что зла противоположна. У тебя сложная многоходовочка, но я тебя расстрою, все намного проще. Плечетесь выбрать-то, я даже не знаю. Во что мне надо одеть женского, то есть мужского персонажа, чтобы он не палился? В рубашку. Так, давайте возьмем вот это. Если вот вы считаете, что вот так вот человек из дед-то выглядит, то я тоже так считаю. Во, вот это идеальные выборы, я считаю, ребята. Самое неприметное, что я мог взять просто. Это просто идеально. Ну, я, в принципе, ребят, готов. Ты готов? Я могу карту открыть один раз сейчас? Сейчас можешь. Чтобы я проверил, как куда мне ехать, чтобы начать геймплей. Так, ребят, все, поехали. Это очень опасно. Так, я думаю, я сразу же сделаю правильное решение и... Ай, блядь. Во-первых, в мину с того, что он знает, что я сейчас изначально на машине. И это хуёво. Надо будет успеть её припарковать. Итак, мы уже начали, да? Интересно, вот ты будешь кататься или ходить? Честно? Давай не честно. Вообще честно могу сказать, и то, и другое. Короче, хер знает, ребят. Я очень боюсь сейчас любого поворота событий. Я надеюсь, я сделал правильное решение с машиной и со внешностью. Потому что иначе я просто проебуюсь. Может быть, ты вообще на парковочке сидишь? Не, ну я машину уже кое-где оставил, да, ты прав. Я думаю, тебя проверят. Ну, потом на запись посмотришь. На самом деле, но я если не оставил, то оставлю в ближайшее время, так скажем. Поэтому, чтобы не было в этом такого, что у них что-то пиздишь. Блядь, ребят, мне страшно уж понимать, что если она сейчас стрелять, то, как, не промахнется. И да, кстати, серия 60 в PS, поэтому лайк сразу ставьте. Потому что на моём компьютере очень сложно сделать 60 в PS, что при этом игра выглядела круто. Я не знаю, мне так учу, что я пока тебя ещё ни разу не видел. Ну, это тебя чувствую просто такое. Уверен? Не-а. А какая машинка, скажем мне? Не, интересно, значит. Слушай, там с Груб-стрит только что выехал автомобиль. Ты знаешь, что с Груб-стрит не выезжает от автомобиля? Нет. А вот я знаю. Интересно, откуда? Еще в Гатас надо это известно, потому что там бандиты. И здесь это канонично, потому что ты на Груб-стрит. Там тоже возможно. Ребят, мне тоже интересно, знаете, я как бы сейчас не особо, у меня нет цели найти его тронер, но если я его замечу, я обязательно его заминирую, так что я сейчас тоже отела из-за страна, смотрю каждый переволок, мало ли, он как-то срятался в трест. Если я тебя спалюсь перед тобой, то это не так же опасно, нежели если ты спаешься. Я согласен. Я еще большую черную балду в Переулках, это для меня очень важно. Это действительно очень важная тема, потому что если я реально увижу эту балду, ты не сомневайся, я ее взорву. Не сомневайся, я обязательно уничтожу. Просто в Холомину. Что творится? Там прохожие побежали. Ты бы видел этот пиздец. Ты стреляешь что ли в кого-то? Ты ебнутый? Я ничего не делал. Пиздец. Ну не слушай мой джойстик, блять. Тихо ты. Сутин сын. Ничего ты не знаешь. Куда ты там бежишь, вместе со всеми что ли? Думаешь? Ну и так кажется. Верно кажется. Блин, тут все толстые дяденьки. А затем копы, интересно. Ты пока не имеешь право их отключать, сразу тебе говорю. Я пойду с ними, за кем они. Я тоже не знаю, вообще неизвестно. Вообще-то они за тобой, я это прекрасно понимаю, потому что ты, сука, стрелял. Это так нечестно. Ты взял, пострелял в прохожих и проверил, куда они побегут. Ну ты понимаешь, что я тоже могу бегать? Не сомневаюсь. Я понимаю, что я не стрелял. Потом посмотришь на записи. Да, конечно. Ну значит, ты заехал на игру стрит. Они начали меня стрелять. Ты даже не сбивал там человека, не проверял я это или нет. Да, ты этого тоже не делал. Конечно, потом не начал не оставлять, и мне не начало тебя убегать вместе с прохожим. Конечно же, этого не произошло. Конечно же, этого не произошло. Знаешь, ты так офигенно умеешь врать, просто пиздец. Ты понимаешь, что с копами катаешься? Это вообще пиздец, я считаю. Когда ты понимаешь, что... Что до свидания, понимаешь? Пошел нахуй! Пошел нахуй, нахуй! В смысле, меня убили копы? Да, красава! А что ты хочешь сказать, что я проиграл? Ну я не знаю, давай продолжим, типа на будущее придумаем с этим делом какое-нибудь правило. А куда ты свалил? У меня теперь есть вторая жизнь. А что ты сдох, да? А потому что не надо с копами кататься, чувак. У всего, все и так, тебе есть минус. Конечно, кататься с копами, давить прохожих и проверять их таким образом. Это нагло. Нет, но тебя-то я сразу понял. Конечно. Не, я сразу понял, что это ты, ты чё. Когда ты это понял? Когда ты подошел ближе к забору и у тебя одна нога на него встала. Сука. Ну что я мог сделать? Вот так, конечно, ты как крыса, вот крыса. Вот просто крыса маленькая, которая решила, ну конечно, прохожие реагируют одинаково. Значит, надо подавить прохожих, естественно, один из них реагирует не так. А где ты вообще находишься? Я не знаю. Надо было тебя давить сразу. Надо было давить, да. Да, ну я-то, я примерно ощущаю, сколько у меня хп, я понимаю, когда мне пора съебывать, я съебал. Я-то решил по-честному, что застрелить тебя. Застрелить по-честному, да, очень по-честному был меня давить. Ребят, напишите ему, пожалуйста, кто он в комментариях после этого. Собачка, где ты находишься? Да ты ныкаешься где-нибудь, я уверен. Может быть. Сколько времени прошло, напомни мне? 7 минут прошло. О, к половину я уже выжил, как и в прошлый раз, за это время ты меня уже... У меня остается такси, такси, я все на тебя подваливаю на такси. Тут край, он большой, я найду место. Я теперь боюсь, потому что ты знаешь, как я выгляжу, это, блин, палевно. И я зато я знал, что ты тёлка с самого начала. Вот, ребят, вам по мне незаметно, но я боюсь. Реально, потому что он может сейчас где угодно быть, и он сейчас, скорее всего, катается, просто всех проверяет. И если он сейчас опять насчёт меня давить, у меня хп-то уже не бесконечное. Я, где этот грузовик, я не вижу его, я все уже при переулке просмотрел. Я, естественно, в них не хотел, потому что если в них пойду, это будет пиздец, как палевно. Я все уже, примерно, реально просмотрел, и ни хера нет. Куда ты его засунул? Блин, вот он ещё, ребят, перезапись, я не знаю, вставлю это или нет. Вот он в видео был с этим, а где здесь спрятать, действительно, где его спрятать, нашёл, видимо, где спрятать. Да, интересно будет, ты сейчас притворяешься, на самом деле, стоишь возле него, уманишь меня к тебе. Блин, ну, нет его здесь, чувак, я все посмотрел. Ну, тебя здесь как бы тоже нет, я тоже все смотрю. Так что... Сколько у меня времени осталось? Я, конечно, понимаю, что это мне в минус, но тебе люди напишут, что ты туфишь, поэтому просто скажу, ты что-то подсказки особо не юзать. Ага, я всем забыл про подсказки. Да, и Копов, ты не убирал, почему-то, хотят проверки дают такую. В какой части района? Ну, смотри, верхний это там, где... вот, верхний... Верхний это слева. Не, просто скажи, типа, нижняя железная дорога? Нижняя железная дорога, верхняя это слева, которая, если на эту карту открылась. Ну, короче, вот, ну, ну, я недалеко от Гролл-стрит, но в нижней части района. Едем тогда. Угу, где-то, куда-то засунул свой грузовик, я не вижу его. Я хочу спросить тебя, куда ты себя засунул. Я на районе катаюсь. Я ничего не делаю, как катается. Ага, 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 а вот это не споделось. Ну, так я думаешь, я думаю, что специально это дело? Нет. Да, ты ничего не скажешь, что ты рубрики. Я случайно сказал. Ну, ну, как можно не заметить по махине, я просто не понимаю. Да нет ее нигде, чувак! Я ее через всю карту вижу. Ну, ты-то ее вижу, что знаешь, где она, я-то не вижу. Блин, это сложно. Осталось 4 минуты. 4 минуты. Потом твои такси. У тебя еще много подсказывать, ты можешь спрашивать, в принципе, я тебе даже уже подсказал специально кое-что. Ты случайно выразился. Так что ты уже можешь знать, что тебе искать. Ты можешь еще спрашивать, типа, по внешности, ты меня уже видел. Потому что, по внешности, ты можешь не спрашивать. Это да. Весь есть обманщивый. Ты сейчас на машине или без машины? На машине. Ты можешь мне подсказать еще своего трейлера, пожалуйста? А, вот это не входило. Я его не вижу. Ты спрашиваешь что-нибудь очень не вовремя, я проиграю из-за этого. Ну, так это так и надо, зато один один будет. Что там до сих пор около груз-3 тысячи? Просто ты не забывай, я могу подсказать и съебаться, так что, типа... Я везде тебя ищу. Ну, просто я не вижу ни одного ебанутого человека, который бы сейчас нарушал правила. Ну, еще бы ты сказал бы, когда его увидишь. Нет, я сейчас серьезно тебе говорю, я не видел ни одного нарушителя сейчас, который бы сейчас отрыскал меня, как я в прошлый раз до тобой катался. Ну, ты помнишь, где автостоянка? Знаешь, где автостоянка? Помнишь, где ты меня вранном решает? Ну, вот я не очень далеко. Это если что-то была вторая подсказка, я только не просил, но я ее сделал, потому что ты заебал, уже две минуты осталось, ты их не спустил. Нет, ничего, я не знаю. Это плохо. Вот я сейчас, я могу тебе так сказать, я не то чтобы близко, но я ее вижу, вот я ее так скажу, я ее вижу, я ее вижу сейчас на стоянку, и я вижу, как с ней там выходит, когда человек в красный. Что, ты что, припаркованный можешь быть? Да, я вспомнил. Я трамвай вижу, идет. Это была жесткая подсказка. Ты гласил. Что-то все, до свидания. До свидания? Ты меня нашел, думаешь? До свидания на себя, нет, я тебя не нашел, я тебя найду. Я, блядь, не знаю, где твой трейлер, я все уже обшумал, трейлеры нет. Я не знаю, где трейлер моего фильма спрашивается. Если, если хочешь, я могу тебе еще время побольше дать. Сейчас, скажите, не нанесли, мне не нужны подачи твоей. Я тебе и так, я знаю, где ты можешь трейдить. Сейчас, если, ребята, если сейчас прав, я ищерию. Я знаю, где он может быть. Сука, нет, вы здесь. Чувак, я все еще вижу автостоянку. И еще я видел, знаешь, такое место, может быть, ты помнишь, мы на поэстре здесь фармили с тобой, взрывая машины для Симона. Помнишь это место? Нет. Нам такое, мы... Сожидание, не горожное место. Так, осталось 5 секунд. Хорошо. Блин, ты меня не можешь найти, я понял. Ну, тут, короче, железная дорога недалеко. Ну, я понял, что ты видишь трамвай. Скорее всего, ты стоишь просто на стенке. Ничего не могу отрицать. Ну, что, заказывай такси? Не, я закажу такси, дорогата, я захочу. Мне очень интересно, если он на записи, где он катался, потому что я реально, вот, ребята, вот, просто вот, пишите в комментариях, вот, вы его видели, я вот его почти не видел. То есть, я понимаю, что ты на Сан-Мартине Серм один раз проехал на меня, один раз за все это время, понимаешь? Почему тебя здесь нет? А где ты? Сейчас было бы так смешно, если бы здесь был, на самом деле. Да. Довольно-таки смешно. Я бы сказал, забавно. Хорошо. Так, подозрительный человек. Джентльмен, так сказать. Джентльмен, да, ведь я за мужика играю. Ладно, короче, мне нужно не искать такси, ты лица, но я пока не буду заказывать. Корее всего, не буду, да. Замолчал. Ну, да, потому что я слышал звук от Сан-Мартина недалеко. Блядь. Если ты меня сейчас спалишь по средней секунды, я кого-нибудь убью. Ну, ты ведь здесь не спрятался, да? Здесь не спрятался, ну. Что, ты от меня убегаешь, что ли? Нет. Смешно. Блядь. Я очень надеюсь, что меня сейчас не увидишь. Я просто, типа... Я, на самом деле, не прятался, чувак. Я все это время почти катался на машине. То есть, ты после того, как меня спалил, я на стоянке... У меня было место, я специально придумал. Я видел эту стоянку, когда я понял, что мне надо в ней, типа, прятаться. И я решил... Нахер! Блядь, нельзя воровать. Нет, 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 скажи, сколько хп у меня, пожалуйста. Очень мало. Пиздец. Давай! Нахер! Блядь, нет! Блядь, серьезно! Ты понимаешь, что было? Я был в самой заднице. Потом решил подъехать к тебе. Так что... Довольно прикольно. В смысле? Да это не... Я понимаю, что моя ошибка в том, что я поставил метку через... Неправильно. Я поставил метку, у меня был Лестер в списке. Я на него нажал, а Лестер... У меня машина вверх повезла, у меня была проблема в том, что я... Серьезно, да? Где там появился? Ну, заправки, заправки. Вот на этой машине я катался, скажи, сейчас скажи, их здесь много, вот. Где? Серьезно, я на фургон даже не смотрел. Ахах, я знал, вот. Вообще, знаешь, как я тебя нашел с самого начала? Как? У тебя топик. Ну и что, таких много ходит в детках? Я не видел, что-то. Они более мелкие, и тем более у тебя еще щеки накрашены. Сука. Ну, блин, заметно, да. Но я понимаю, я сам рискнул, что я весьма женского персонажа, и я понимаю, что это была херовая идея, потому что в детках практически нет 3 девушек. Но я решил тебе прискнуть, потому что, ну, действительно, в детках и найти мужика, да еще и одетого как гангстер, вообще невозможно было бы. Я решил немножко поинтереснее сделать. Идавого у меня ушло на 2 килл около 18 с половиной минут. А, то есть я еще сверхурочен 2 минуты где-то ебал вала, да? Да. Какого хрена у нас такие миллибетражек? Я же понимаю, что момент с такси, он очень усложняет задачи. С другой стороны, он очень сильно балансирует, потому что, как вы понимаете, ребят, если бы такси не было, это вообще невозможно было найти, просто выбежать с района, и ничего не составляет вообще никакого труда. А, где трейлер-то твой, мне интересно. На Груб-стрит. В смысле, я там 2 раза был? Ты не представляешь, насколько он стоит палевно, вот только сам. Если я сейчас заезжаю на Груб-стрит, он стоит там, где машина СиДжея появляется в Сан-Андре, и я тебя убью. Я, то я ни разу не посмотрел, потому что я не думал, что такое больное. Да, надо меня убивать. Ребят, кто сейчас не видит, может, какая сейчас ты плохом смотришь? Пожалуйста, посмотрели, что тут на это вот. Дальше, дальше он сказал, я решил его под домик запаскивать. Сука! Какой что-то еще-таки больной, да? Вот, ребята, шутка минутка под конец серии, блин. Посмотрите просто вот на это еще раз. Просто вы видите, да, вот? Сама без палевности, вот, а реально, блин, не видно? Если бы с нами с краном глазом сразу, я, может, не заметил. В смысле, ты очень круто сделал, знаешь, почему? Ты, может, об этом не подумал? Может, он как домик выглядит. Нет, ты круто сделал, потому что, если я захотел его заминировать, мне бы убили Баус. А, ну да, это круто. Мы с вами прощаемся, комментируйте. Это для нас очень важно. Ставьте лайкосы и ждите новых видосов. Ведь Никита старается именно для вас. Я, конечно, тоже стараюсь, но Никита, конечно, по большей части, процентов, как на 99 выкладывается. Так что это все в честь него. Можете даже похлопать ему. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok